Законопроект о внесении изменений в бюджет края на три года депутата рассмотрели первым. В феврале региональные власти делали осторожные прогнозы, как будет чувствовать себя экономика Кубани, на какие результаты стоит рассчитывать. Итоги пока делать рано, но уже можно сказать. Этот год для края оказался прорывным. Время возможностей использовано по максимуму. Собственные доходы бюджета региона в первом полугодии составили более 220 миллиардов рублей. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В феврале мы увеличили уже наши расходы на три года на 95,5 миллиардов рублей, а сейчас еще на 75,5 миллиардов рублей. Коллеги, это плюс 95,5 миллиардов рублей и плюс 75,5 миллиардов рублей на три года. Это опять-таки почему сейчас перешло уже к расходной части бюджета, чтобы вы понимали, откуда доходная часть бюджета. Конечно, вот сегодня, если говорить точно, у нас расходы бюджета с учетом тех решений, которые вы сегодня приняли, составят на этот год 503,7 миллиарда рублей. Да, мы исходим, что 450 миллиардов рублей, это будут собственные, даже чуть больше, но посмотрим. Но у нас около 40 с чем-то миллиардов, это вот эти бюджетные инфраструктурные кредиты. И то, я говорю, больше давайте не будем набирать, хотя деньги дешевые. Еще раз подчеркиваю, мы сегодня увеличим расходную часть за счет собственных доходов региона. Собственных доходов. Это, а кроме того, если говорить по-честному, никто не даст вот эти вот дешевые деньги на уровне, в том числе и правительства страны, и при поддержке президента, если мы не будем показывать рост своей экономики. Никто не даст. А дают, значит, значит, на самом деле тоже. Состояние бюджета позволяет нам обеспечить дополнительное финансирование социальных программ, поддерживать базовые отрасли экономики. В первую очередь, перерасли госпрограммы социального блока. Так было и так будет всегда. Дополнительную помощь получат аграрии. Значительные средства выделяются на совершенствование дорожной сети. Основа всего этого это стабильная работа кубанских предприятий, пополняющих бюджет края. Темпы роста реального ВРП превышают показатели базового прогноза и составляют 103%. Положительную динамику демонстрируют все отрасли экономики края. Самое главное, что за полугодие все отрасли показали рост. Особенно драйвером роста выступила эта промышленность. 111,6% темп роста – это великолепный результат. Думаю, что вот этот темп, который мы набрали, он позволяет быть уверенными, что те цифры, которые мы утвердили и которые ставит губернатор по доходам, по расходам, они, безусловно, будут выполнены. Важные изменения позволят перераспределить и направить дополнительные средства на поддержку социальной сферы и развития Кубани. В первую очередь региональные власти планируют увеличить резервный фонд края на 2,4 миллиарда рублей. Своевременное решение, ведь часть средств направят на ликвидацию последствий стихии в Туапсинском районе и выплату компенсации ущерба. На 4,6 миллиардов рублей увеличат статью расходов на строительство школ, детских садов, спортивных и культурных объектов. Еще один миллиард рублей направят на капитальный ремонт медицинских учреждений. Капитальный ремонт объектов здравоохранения, больниц – один миллиард, всего там 2,5 миллиарда. В этом году мы отремонтируем более 40 больниц и поликлиник. Исходя из той суммы, которую вы видели, более 40 больниц и поликлиник. Это же то, о чем люди говорят. Люди об этом всегда говорят. И о качестве здравоохранения, ну и, конечно, и о внешнем и внутреннем облике – поликлиники, больницы. Но более 40 – это результат. А если в следующем году не меньше и опять не меньше, через год, то, конечно, это очень важно. На развитие сельского хозяйства в регионе дополнительно направят 1,4 миллиарда рублей. Пополнится и дорожный фонд «Края» на 5,8 миллиардов рублей. Кубань может себе это позволить. В сильный регион тянутся инвесторы. У нас за эти 6 месяцев в экономику региона инвесторы вложили, невзирая на все трудности, 122 миллиарда рублей уже вложено. И это, опять-таки, если сравнение на 5,5% больше, чем в зонологичный период прошлого года. А инвесторы не будут вкладывать свои деньги, инвестиции в слабую экономику. А тем более это инвесторы из других регионов России. Ну и хорошо, конечно, сегодня пусть развивают наш регион. И с точки зрения санаторно-курортной отрасли. Там 40 с чем-то гостиниц только строятся. Это, конечно, в первую очередь, это и федеральная поддержка, но в то же время и наше решение с вами, где 500 метров от урья за воды, мы просто отдали ательером. Да, можно нас обвинять в том, что мы вмешались, может быть, в рынок. Но, коллеги, рынок должен быть в интересах страны, а не в интересах тех, кто просто хочет заработать. Дополнительным рублем поддержат и местные бюджеты. На сбалансированность местных бюджетов тоже, коллеги, добавляем там пусть 1,7 миллиарда рублей, а в целом там около 4 миллиардов рублей. И с учетом того, что в прошлом году, если вы помните, мы вообще обнулили их в части задолженности перед бюджетом. Полностью все списали для того, чтобы сделать их более инвестиционно привлекательными. Если у муниципалитета нет задолженности, в том числе перед бюджетом инвесторов, это сильный район, как и край. Первый парламентский год для депутатского корпуса 7-го созыва завершается. Следующее пленарное заседание состоится уже осенью, после каникул. Продолжение следует...